Всем привет ребят, с вами снова Хик и у меня для вас как всегда кое-что интересное. Сегодня я вам расскажу как без особого труда захватить все нужные территории в игре GTA San Andreas. Как вы знаете, или может кто еще не знает, но вам нужно захватить 30% территории для того, чтобы начать заключительную миссию. И с этим иногда придется жестко попотеть. То бандиты не появляются, то территория слишком маленькая. А если вы еще прошли миссию Riot, если кто не помнит, это миссия, после которой начинается хаос в городе Лос-Антос, то тогда этот захват территории вообще практически невозможен. Но с этим способом, с которым я сейчас ознакомлю, можно не только захватить 30%, но и вообще захватить все гетто. Но прежде чем приступить к захвату территории, нам потребуется всего одна вещь. И как ни странно, это полицейский байк. Ну и для удобства мы будем использовать миниган, чтобы наш прогресс был более быстрым. Опять же могут возникнуть вопросы по поводу количества патронов в моем минигане. Смотрите видео до конца и вы все узнаете. Как я уже говорил, нам потребуется полицейский байк. Вы должны сесть на него и отправиться захватывать любую вражескую территорию. Начинайте захват так, как вы это делаете обычно. Как только захват начался, отбивайте первую волну. Важно понимать, что механика игры устроена так, что бандиты всегда будут спавниться там, куда не направлена ваша камера. Так что выбирайте то место, где бандиты будут спавниться на одной сплошной. То есть старайтесь всячески избегать перекрестков. И ищите более прямую дорогу, чтобы в случае чего быстро устранить волну. После того, как вы отбили первую и вторую волну, подгните свой байк к началу следующей территории. Как только третья волна заспавнилась, вы должны повернуть камеру на них. Делается для того, чтобы NPC не пропали. Находясь на полицейском мотоцикле, начинайте работу полиции. По стандарту это циферка 2. И тут же ее отменяйте. А в итоге происходит следующее. Наша территория, которую мы захватывали, имеет совершенно другой оттенок. А все те балансы, которые были на третьей волне, нас уже больше не тревожат. И их-то мы используем для того, чтобы захватить наш следующий квадрат. Просто убиваем их и таким же способом захватываем территорию. И так по кругу. Вплоть до того момента, пока вы не захватите все 30%. Или же полностью все гетто. Возможно, у кого-то был такой челлендж. Вот вам немного видео, для того, чтобы вы поняли вообще, как это все происходит. И как это делаю я. Возможно, вы поймете механику и будете так же делать. Субтитры сделал DimaTorzok В конце-то концов, у вас должно получиться примерно вот так. Если что, это 60% захваченных территорий таким способом. Также можно наблюдать, как сильно различаются цвета обычного захвата и захвата этим багом, который я только что показал. Проходите, пробуйте. Думаю, этот баг более чем полезен. И это ни в коем случае никакое читерство, там, как любят многие говорить. Это все абсолютно легально, это баг в самой игре, без каких-либо сторонних программ. Тем более, сейчас много кто начал проходить гетто, там, без смертей, без звезд, без чего-либо еще. Думаю, сейчас это проблема более чем актуальна. Простой и легкий способ по захвату территории в гетто. А по поводу минигана, откуда же столько патрончиков? Все очень просто. В старом убежище Торино спавнится две базуки, огнемет и тот самый миниган с 500 патрончиками. Также бус происходит очень легко. Берете миниган, рядышками секундочка сохранения, сохраняетесь. Опять берете миниган, опять сохраняетесь. И таким способом дублируем себе патрончиков, сколько нам вообще облезет. 10 тысяч, 20 до бесконечности. В общем, пользуйтесь. На этом у меня все, с вами был Хик. Если вы узнали об этом способе впервые и вообще не знали, что он существует, поставьте лайк, будет мне приятно. Также напишите какой-нибудь комментарий. Не забывайте подписываться на канал, ждите дальнейших видеороликов. Всем удачи, всем пока, хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok